дорогие украинцы я как представитель министерства здравоохранения спешу вас обрадовать в государственной больнице в полном объеме закуплены все необходимые медикаменты так что теперь каждый украинец сможет испытать на себе все блага бесплатной медицины уже в больнице мне тут две недели назад так помогли да доктор а что происходит зачем вы притащили господина сердюкова не мог самостоятельно передвигаться ножку сломал как какую ножку в ту за которую меня тащит вот эту скажите что я могу для вас сделать вы же доктор позвоните полицию тихо тихо не надо никакой полиции мы сюда пришли лечиться бесплатно пожалуйста я не хочу лечиться в этой больнице никто не хочет тем более бесплатно никто не хочет но надо ты же прописан в этом районе в этом значит лечиться можно только тут а как вы ножку сломали подскользнулся дотрынделся я кстати доктор хочу вас предупредить что это инфекционное заболевание я его носитель я понял давайте быстренько проходите проходить что значит быстренько но не надо быстренько нам надо как все в очереди постоять давайте сегодня можно без очереди как это без очереди а вдруг кто-то придет от иван иваныч не придет почему вы так думаете потому что я иван иванович ничего себе мне прет сегодня а так чтобы делать я могу вас принять прямо сейчас как это в неприемный день без предварительной записи без карточки без номерка нам такие поблажки не нужны мы пойдем сначала регистратуру регистратуру карточку завести а тем более у вас же это не дежурная больница ну а нам нужна дежурная у вас же обезболивающих нет наверное да пожалуйста не надо это уже третья больница чё это он орёт у вас в кабинете доктор ну-ка крикните на него крикните эти же пациенты они спокойную речь не понимают крик не сказал люточка коляску ему срочно нужно на рентген чего это у него шо инфаркт у него всего лишь перелом это шо еще такое с колесами нет у меня была без колес ну скажите ну вот как он доберется на рентген как вы доберетесь на рентген иван иванович пешком дойду пешком дойду на девятый этаж на девятый рентген на девятом какой идиот это придумал чиновник один из министерства вы может даже с ним виделись в министерстве в зеркале дуй давай на девятый давай 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 ну пойду на девятый этаж куда ты с бахилой правильно я говорю доктор правильно ну вообще-то действительно нужны бахилы но знаете у меня есть я ему сейчас дам шо значит дам доктор я ж вас предупреждал у меня переломы передаются воздушно-капельным путем я понял про дам про дам прямо здесь прямо здесь как так не на пункте у медсестры там где-то там а у вас здесь это ли не коррупция доктор получается коррупция надо идти к медсестре надо идти Олег Петрович бахилы закончились посылайте всех в четвертый корпус сегодня прямо прямо мой день а я вас очень прошу ну позвольте я дам ему свои бахилы одна поблажка ладно одна поблажка спасибо давайте мой хороший во 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 доктор шо это вы делаете одевает пускай сам ему же надо ногу разрабатывать как мне да доктор ну давай давай все получится все получится ой 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 смотри получилось а я часа полтора вот так корячился ну давай давай ну идите мой хороший идите девятый этаж девятый этаж иван Иванович рано да как же хороший мой доктор понимаете я хотел ждем Иван Иванович на каком этаже третий о Bank Давай. Там нужно плёночку купить на первом этаже. Мою мать! Раньше сказать нельзя было! Слыхал? Прямо меня процитировал, а? Я пока направление выпишу, пока он возвращается. Давай. Вот, всё. Давай, посмотрю. Не, не подходит. Почему? Слишком разборчиво написал. Так ему сразу продадут, что ему надо. Что, давайте коряво. Не надо писать. Сначала нужно пройти обследование. Правильно? Так, давай. Садись. Сейчас мы Людочку вызовем. Людочка, зайдите. Так. Да, Олег Петрович. Ну-ка, шо это с вами? Люда, вы шо, трезвая? Так ещё же утро. А когда это нас останавливало? Ну-ка, идём. Идём. Так. Где? О, доктор, доктор. Сейчас. Давай. Тебе для храбрости надо. Тебе сейчас кровь надо брать у пациента. Давай. Я не могу. Людочка, хочешь жить? Пей. Давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. С локтя по-гусарски. Как в тот день. Вот, другое дело. Давай. Давайте я вас пока осмотрю. Вот здесь как. Добрый день. Шо вы делаете? Осмотр? Вообще не так всё делаете. А как тогда? Садитесь за стол. Открывайте компьютер. Запускайте танчики. Они уже открыты, да. Вот, играй в танчики, давай. Убивай людей, ты же это любишь. А ты? А ты рассказывай ему, как ты вчера погуляла на дне рождении свекрови. Ну, значит, приехала к нам мама. А ты давай. Мы налепили шокусом. А голубця, она целая. Доктор, посмотрите, пожалуйста, очень больно. Да, я слышу. Такое ощущение, что перелом, доктор. Потом открыли бальчик. Доктор, очень больно. Вы что, не слышите, доктор? Вы сидите, играете, доктор? Да что вы меня жарите? Зачем вы играете? Сидите, доктор. Вы посмотрели, вы чё-то вы на меня. Ах, всё наделает. Да-да-да, Комитин. Я вот прямо могу работать режиссёром на Discovery. Прекратите вы этот балаган. Посмотрите, пожалуйста, уже. Ну, действительно, хватит. Давайте уже начнём диагностику. Давайте! Молодец. Возьми у него кровь. Давай. Опаньки. Ой. Сейчас быстро поднято, не считается упавшим. А что? Что это она делает? Зачем это она? Дежинфекция. Она же тут стерилизологом работает. На полставочки идём дальше. Да не надо, не надо брать у него, не надо брать у него кровь. Тогда всё, хватит этого. Давай теперь мочу будем брать. Давай. Ой, давай, сам, сам, сам. Ну, что делать знаешь? Догадываюсь. Не-а. Ты даже не догадываешься, какие приключения тебя ждут. Сначала ты будешь искать, где это сделать. Потом, когда ты найдёшь это место, ты очень удивишься, что там закрыто. А через час, когда ты найдёшь ключ и всё-таки откроешь это место, ты поймёшь, что это не то место. И вот, когда ты всё это сделаешь, прямо в коридоре, на глазах у офигевшей бабушки, тебе это надо будет принести знаешь куда? В лабораторию? Нет. Другому больному. Потому что больных в больнице много, а банок... Одна. Нет, ну есть же какие-то современные способы диагностики, аппарат МРТ. Да, конечно. Так он всё время ж занят. На нём доктор Хаус всё время работает. Вот, доктор Хаус освободится, и сразу же сюда. Хотя зачем нам доктор Хаус, если и так понятно, что у тебя волчанка? Слушай, ну скажите, зачем вы над ним издеваетесь? А он первый бред начал нести про МРТ. О, кстати, что-то он бред несёт. Уже у него температура. Давайте меряю температуру. А вот температурку действительно измеряем. Да! Что это, доктор? Это градусник. Работающий? Ну, конечно. Никогда у вас таких не видел. А как же это... Олдскульное... Что? Да, я не понимаю. А вот этот ваш любимый Брежнев стайл... Какой? Ну, прекращайте. На самом деле нам министерство обеспечило нормальные градусники. Министерство? Ну-ка. Так он же ректальный. Нет, он должен быть обычный. Но он ректальный. Нет, на самом деле он обычный. Нет. Он ректальный. Сейчас мы будем мерять температуру. Давайте. Нет, нет, нет. Температура у меня... Я прошу прощения, что отвлекаю от процедуры. Здрасте. Здрасте. Может быть, у вас есть корвалол бесплатный для пенсионеров? Так, бабулечка, иди... Есть. Есть. Есть? Ой, так что, еще может быть, сибасол есть? Есть. Так, шо это, я, получается, еще поживу? Поживете, бабуля. Ух ты. Раз пошла такая жара, может быть, и германское для суставов есть? Бабулечка, вот этого нет. Есть. Ну, честное слово, нет. Ну-ка, меряем температуру. Ой, сейчас привезут. Привезут. Ух ты. Первый раз в жизни за коммунистов не голосовала, и все сразу появилось. Волшебная у тебя палочка, сынок. Вот бы ты ее еще кому-нибудь сунул, чтобы нам коммуналку слизили. Дойдут и до этого руки, бабуля. Ага, ага. Так. На чем мы остановились? Аксель! Это еще что такое? Да мы же его вообще не от этого лечили, доктор. Ну-ка, давайте будем сейчас ставить банку. Вы хотели сказать и банки? Я же тебе все рассказал, банка здесь одна. Послушайте, пожалуйста, послушайте мне, уважаемый. Дайте мне, пожалуйста, ему помочь. А наша больница обеспечит вам и всей вашей семье лечение на лучшем уровне с абсолютно бесплатной медициной. Бесплатно? Абсолютно. Класс! Это что ж получается? Иван Иванович, благодаря вам и вашей ноге реформа сдвинулась с места. Доктор, нужно сначала посидеть, попить чайку с печеньками, телевизор посмотреть, да? Дорогие украинцы, спешу вас обрадовать. После реформования МРЭО переоформление транспортных средств у вас займет не более 15 минут. Доктор, начинайте. У вас сегодня будет еще один клиент. Я пошел переоформлять. Абсолютно. Терминова новина. Сегодня руководство Украфтодору через неведомые причины в полном складе не вышло на работу. Телефоны не отвечают. Место перебывания чиновников неведомо. Мы и дальше следим за разведением событий. Проснулся? Где я? Вы в секретном гараже. В каком гараже? А в таком гараже, в котором я ремонтирую ходовую пять раз в год после ваших дорог. А где я был? Да тут недалеко. В коме. Инсульт. Не, бейсбол. Хорошая игра. Слушай, ты посиди пока. А мне надо позвонить. Никуда не уходи, хорошо? Молодец. Алло, полиция? Директор Автодора у меня в заложниках. Помогите! Закрой рот. Так вот. А, мои требования? Да такие же, как и у всей Украины. Сделайте нормальные дороги. Все, жду. Вы террорист? Я? Да вы что? Неужели это из-за меня миллионом людей искалечили машины? А? Поймите, там не все так просто. Да я все понимаю. Во-первых, очень сложные климатические условия. Да. Некачественные материалы. Да. Неправильное использование дорог. Да. Может тебе ноги сломать, а? Нет. Да. Нет, пожалуйста, не надо. Почему? Как вы меня нашли? Да это было не сложно. Только к тебе идет шестиполосная дорога. С разметкой, знаками, подогревом и даже крышей над дорогой. А вы кто? Я? Я мечта всех водителей Украины. И твой страшный сон. Вы что, меня убьете? Ну что вы такое говорите? Ты так легко у меня не отмажешься. Я приглашаю тебя в увлекательное путешествие украинскими дорогами. И для начала мы поедем в Крапивницкий. Куда? Кировоград. Нет, 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 пожалуйста, нет. Ну, пожалуйста, можем поехать в Кривой Рог. Нет, только не туда. Ну, можем в Сумы. Один хрен дорог нигде нету. Откуда вы это знаете? Я дальнобойщик. Бывший. А знаешь, почему я бывший? А угадай, где моя фура? Поломалась. Провалилась. Под лед. Под асфальт. Я очень сочувствую, но если вам надо куда-то ехать, у меня есть вертолёт. Я знаю. У тебя по декларации есть и вертолёт, и самолёт. У тебя всё есть. Только совести у тебя нету. Вот и дорог у нас нету. Что это за провода? Это что, электрический стул? Нет, это круче. Это первый в мире симулятор украинских дорог. И у него даже есть два режима. Первый и... Твою мать! Ну что, какой попробуем? Я так и думал. Поехали! Долго мне так ехать? Ну, ещё километров четыреста семьдесят. Ну, только пиволицкого жми меньше. Так мы же ещё по Киеву едем. Перед вами проспект Глушкова. Так мы же его недавно отремонтировали. Прикинь? Едем дальше. Больно? Да. Это люк. Пожалуйста, не делайте так больше. Вот и мы просим. Не делайте так больше. А вы же нет. Ай, больно! А это был открытый люк. Тебе ещё повезло, что подушка безопасности не сработала. Да. А нет! Кто поймёт эту технику? Взяла и сработала. Не спать! Здесь же дерево! Какое дерево откуда? Какое самое главное дерево, которое вы вставляете в открытие люки. Пожалуйста, мы так больше не будем. Да? Ну, ладно. Спасибо. Спасибо, мы уже приехали. Я поздравляю вас. Вы прошли первый уровень. Это была имитация автомобиля типа джип. А сейчас мы пересядем в автомобиль, на котором ездит большая половина Украины. Добро пожаловать в Деуланус! Пожалуйста, не надо. Надо! Я даже дверку за вами закрою. Ай! Ой, простите, не закрылась. Ай! Чёрт, и со второй попытки почему-то... А ты чёрт с тобой поедешь с открытой. Можно я хотя бы в туалет сначала схожу? Нельзя! Мы же в пробке стоим. А знаешь, почему пробка? Ремонт дороги. В понедельник. Утром. В час пик. Ну? Ну ведь они тоже работают. В понедельник. Асфальт кладут. Нет. Пока они просто ходят, курят. Анекдоты друг другу рассказывают. Наверное, ждут дождь. Это у них называется подготовительный период. Может продлиться до двух недель. Но мы так долго ждать не можем, поэтому едем дальше. Ой, это что, опять люк? Нет, это стык. Новой дороги и старой. Как тебе? Не очень. По-моему, отлично. Мне так кажется. Едем, едем, едем. Поехали, поехали, поехали. Опа! Шулявский мост обвалился. Когда же мы на трассу-то выйдем уже? Да мы вот уже выезжаем, выезжаем. Вот она трасса. Ну вот видите, нормальная же дорога. Да, автобан. Недолго музыка играла, да? Ну вот опять нормальная дорога. Видите же? Ага. Нет! Что такое? Это поворот на Кировоград. Предупреждать же надо. Вот и мы просим предупреждать. Ставьте знаки на опасных поворотах, а не венки. Поехали, 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 поехали. Едем, едем, едем. Едем. Что случилось? Я что, умер? Да нет, просто наступила ночь. Но ночью нужно ехать очень осторожно. Потому что мало ли что там на дороге. Все, что угодно там может быть. Может даже ремонтная техника без всяких опознавательных знаков. Бывает, едешь так, а тут техника, и ты как? Но ведь у машины должны быть фары. Это правда. Но мне кажется, что и вдоль дорог должны быть фонари. Или лучше их сделать под глазами. А, давай! Нет, пожалуйста, вы же видели, там знак ремонт дороги. Да, там есть знак ремонт дороги. Но в таком месте, как бы это слово подобрать? Давай я лучше тебе в это место лопату засуну. Нет, нет, помогите! Давай! Быстро вы меня нашли. Здесь держит директор автодора. Все, я сдаюсь. Спасибо вам, мы не к вам. Спасибо. За что? За что? Четыре приуса угробили! Ну вы же должны помогать людям. Точно! Точно! А давайте мы вам нашу дубинку оставим. Не надо, у меня своя. Извините, пожалуйста, там еще водители скорой помощи, троллейбусов, пожарных. Ну, всем не терпите получить порцию удовольствия. Я всех понимаю, всех примем, всех. Зовите! Отлично. Здорово. Ты молись. Я атеист. По нашим дорогам оно и видно. По-моему, только в Украине каждый второй, нет, каждый водитель мечтает прокатить чиновника автодора на велике без седла. Это тебе от водителей скорых. Здрасте. О, отлично! По-моему, только в Украине стадо коров, проходящее через дорогу, залатывает больше ям, чем Украфтодор. Это тебе от водителей приусов. О, отлично! И, по-моему, только в Украине самая лучшая дорога – это брусчатка, вымощенная еще в 18 веке. Ребята, вы не охренели? Это тебе от всех нас, от водителей Украины! И, по-моему, и, по-моему, и, по-моему, и. Шевченко-3, что там у вас? Трубу прорвало? О, отлично! Ну, выехала к вам бригада уже, да. О, отлично! Два дня назад выехала. Ну, в пробке, значит, стоит. Вы видели, какие в Киеве пробки из-за того, что мы трубы меняем? Да, все, хорошо, ждите. Счастливо! О, отлично! Отбой! Алло! Шевченко-3, да я же вам сказал. Едут к вам уже, да. О, отлично! Все, ждите! Все, приехали? Заехать во двор не могут. Почему? Какие-то дебилы двор перекопали? Кто? А, мы? Короче, сейчас приедет другая бригада, закопает вам все, и эта бригада заедет. Понятно? Все, счастливо! И вообще, звоните ему, Кратадор! Отбой! Да что ж такое, поиграть нормально не дадут! Алло! Шевченко-3! Выехала к вам бригада, ну, едет уже, ну, потерпеть не можете? День, два, три, четыре, пять! Не надо так спешить, чтоб губы не обветрились. Шевченко-3 само к вам приехала. Не, мы просто вернулись сейчас за инструментом, поэтому... Ага. Так а где же инструмент? Инструмент в магазине. В магазине, да. Стоять! Никто никуда не уйдет, пока у меня не появится вода. Ну, рассказывайте, почему это мы не едем на Шевченко-3, а? Нам наш шеф сказал без него ничего не делать, потому что мы рукопопы и все там напортачим. А ваш шеф не дурак. А где он сам? Ушел. Далеко? В Испанию. В отпуск. Ух ты, а неплохо он у вас зарабатывает. Он там удачно новые трубы какие-то продал. А, это не надо было говорить. То есть это вы все сами рукожопы натворили, да? Да, нет, мы выполняли распоряжение мэра, четко шли по его программе. А, то есть это программа мэра? Да. О, тогда и мы пойдем по программе мэра. Только не по этой, а по той старой, в которой у него все получалось. Сейчас. Это. Сейчас я буду задавать вам вопросы и ждать на них правильных ответов. Ух ты, викторина! Ну да, викторина. А если вы будете давать неправильные ответы, то вы будете получать... По баллу? Ну что, готовы? Ну такое. Тогда первый вопрос. За что? Это гонг. Во всех таких передачах есть гонг. Итак, вопрос номер один. Почему я все лето моюсь холодной водой? Закалялись. Неправильный ответ. Твой вариант. Я думаю, потому что у вас не было горячей воды. А ты хитер. Да, поэтому я старший сантехник. Ну что ж, тогда вопрос к тебе. Почему у меня не было горячей воды? Закончилось. Ну, теперь твой ответ. А скажите, в этой замечательной игре есть переход хода? Да ты молодец. Ну, допустим. Тогда отвечает мой коллега. Ну, и как вы мне предлагаете мыться без горячей воды? В речке. Вариант Б, вариант Б. Ну ладно, вариант Б. Умные люди поставили себе бойлер. Я сейчас тупым назвал, да? Да. Вообще-то я поставил себе бойлер. Но он же не включается. Так это в розеточку надо было его... Ты меня сейчас тупым называешь? Я все включил. Но у нас же света нету. Как? Потому что какие-то придурки рыли трубы и повредили главный электрокабель. Так это не мы, это Облэнерго. Ну за что? Просто ненавижу слово Облэнерго. Ну я им дозвонился. Да вы что? Да, и они даже приехали. Серьезно? Только во двор они не смогли заехать. Знаешь почему? Почему? Потому что весь двор нахрен перекопан. Мы же всех предупреждали. Мы на подъезде повесили объявление, что будет вестись плановая замена труб. Так а что же вы ничего не сделали? Как ничего не сделали? Мы поменяли трубы. Старые достали, новые засунули. Только вот когда мы новые засовывали, мы их экскаватором повредили. Так а что же вы не поменяли их? Мы хотели поменять, но просто кто-то новые трубы прод... Короче, пропали у нас трубы новые. И мы решили старую туда засунуть. Ну если засунули, что же вы воду-то не включили? Как не включили? Мы сразу дали максимальное давление. Труба старая, не выдержала. И как? Бах! Блин! Ё-моё! Я теперь понял, почему у меня три дня фонтан шпунделяет. Фонтан? Угу. Поющий, как Винница. А кто на открытии пел? Слушай, чувак, я устал. Давай сам, а? А так можно, да? Конечно! Круто! Я теперь понял, что ты старший. У меня один вопрос. Ничего, что я без перчатки. Вот хуже уже. А что вы вообще туда полезли, если все работало? Да как же! Мы выполняем распоряжение мэра. Улучшаем качество воды. Ах, вот оно что! Понятно! Слушай, у меня как раз есть вода из моего крана. Ну и как? Улучшили? Мэр сказал, что вода соответствует сантехническим нормам. О! А мэр врать не может? Нет, наверное. Ну тогда пей! А может я лучше еще раз? Не-не-не-не-не-не-не, это слишком просто. Давай, пей! А может ее сначала через марлю процедить, а? Это она после угольной фильтрации. Давай. А если я помру? Самое страшное не то, что ты помрешь, а то, что тебя даже обмыть после смерти не получится. Пей давай! Все, 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 успокойся, старший, успокойся, на, водички попей, Расслабься! А ну стой! Опять без меня бухаете? И опять какой-то шмурдяк, ну? Сейчас попробую. А не, в этот раз что-то благородное. Кто такой? Работать у нас собираешься? Я-то? Нет, я у вас ничего тут не собираюсь делать. У-у-у, нашего полку прибыло. У нас тут никто ничего никогда не делал. А вы, простите, кто будете? А я главный бухгалтер. А что, какие-то проблемы? Подождите, это вы платежки выписываете? Ну я шоу. У-у-у, тарадаран, таран, таран. Тарадаран, таран, таран. Вас-то мне и нужно. Ты закончил танцор, а то мне на обед пора. Я быстро. Вот это вот, посмотрите, пожалуйста, что такое? Это? Счет за воду. за какую нахрен воду за нахрен холодную и нахрен горячую откуда я знаю какую ты себе воду нахрен льешь я знаете ли никакую нахрен себе не лью ни холодную ни горячую у меня нахрен никакой нету какая досадная ошибка вы еще и признаете свои ошибки ура что-то изменилось а вот теперь правильно что это ну как что налог за лишние квадратные метры какие-то нахрен лишние в 36 нахрен общих вы чего жкх вообще фонарели все до свидания жкх меня больше не существует для вашей структуры я тебе завтра пришлю дубликат со штрафом за просроченный платеж и за порчу документа понял нет жкх это ты не понял я больницу победил я долю кабель победил я украфтодор победил и тебя жкх победю или правильно побежу как правильно никто не помнит никуда ты не побежишь нет меня так просто не возьмешь что подвела старенькая труба да да не вроде новая старая вот старые хребча ой жкх он надумал победить в нашей стране жкх непобедимо это быстрее вставающий напарника берете это тело и фонтан на шевченко 3 немедленно это шоу для тех у кого есть телевизор дизель шоу на наши концерты не требуют визы дизель шоу мы шутим о добром вечном и милом а все остальное смотри мне эфира а а